Современный мальчишка без гаджи, что никуда даже на острове. Вот и Никита, прежде чем почесать свинки клёп и животик, фотографирует животное. Впрочем, скоро телефон оказывается забыт. На ферме для 10-летнего мальчика немало интересных занятий. Познакомиться с алабаем, покормить куся и кур, пострелять из мневматической ментовки. Именно таким Никита и представляет своё лето. Больше всего я хочу ухаживать за лошадьми, купаться, ловить рыбу и тому подобное. На казачьей ферме в Красноярском районе к детям привыкли. Каждое лето сюда приезжают порядка 15 детей. Сыновья, дочери, племянники и племянницы. И не только отдохнуть, но и помочь по хозяйству. Дело на ферме не в проворот. 22 лошади, десяток свиней, козы, куры, индюки. Дети берут на себя часть забот. Немало времени школьники посвящают изучению казачьей культуры, традиции, навыку владения шашкой и пневматической винтовкой в верховой езде. Остается время и отдохнуть, порыбачить, искупаться. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Ван Козлов уверен, такие каникулы ребятам пойдут только на пользу. Просто не хочется, чтобы они бегали по Красному яру или сидели в интернетах. Вот так вот. Приобщаем к труду их, к военной дисциплине. Следующим летом на казачьей ферме готовятся принимать детей из малообеспеченных семей. На территории хозяйства планируют обустроить детский лагерь. Здесь ребята смогут изучать казачью культуру и приучаться к фермерскому труду. И стать частью большой казачьей семьи. Мы хотим работать не только с трудными, но и с малообеспеченных семей, чтобы они увидели немножко другую жизнь. Что есть разные направления, куда можно прийти, позаниматься и увидеть другую жизнь. Почувствовать другую жизнь. И стать, если трудные подростки, стать на путь исправления. Однако одной готовности мало. Для того, чтобы организовать детский лагерь, необходимы немалые денежные средства. Требуется купить палатки, спальники, спасательные жилеты, обработать территорию от насекомых. В целом проект требует около полумиллиона рублей. Собрать такую сумму для фермерского хозяйства практически невозможно. Поэтому казаки надеются на помощь региона и уже готовят бизнес-план. Наталья Фомина, Сергей Горяйин, Центр новостей.